В Ярославле стартовали чемпионаты первенства области по легкой атлетике. Около 350 спортсменов из Ярославля, Рыбинска, Углича и Переславля-Зайлесского приехали в Манеж, чтобы выявить сильнейших и сформировать сборную команду нашей области. Владислав Старожук с подробностями. На старт под номером 13 выходит Диана Косточкина. Рыбинская спортсменка в легкой атлетике уже шестой год. Девушка выступает в многоборе. Первым у нее в списке бег с барьерами. Далее прыжки в высоту, толкание ядра, прыжки в длину и завершающая дисциплина бег на 800 метров. На дистанции в барьерном беге Диана финишировала первый с результатом 9,68 секунд. На старте насеменила, второй задела колено, меня повело, потом не разбежалась. Время ужасно. У меня еще есть один забег, но здесь я не очень довольна. Балов, наверное, мало дадут. Ну, будем надеяться, что остальное все я отыграю. Диана Косточкина приехала на соревнования не одна. У ее подруги Дарина Цибулько тоже сегодня бег с барьерами. По их мнению, эта дисциплина им дается лучше всего. Самое главное – это не лететь и не прыгать над барьером. Как бы проходить его вперед, чтобы получалось быстрее. И, конечно, на дистанции с барьерами в самые последние метры бежать намного быстрее, чем старт. Буквально неподалеку от спринтерской дорожки расположен сектор для прыжков в высоту. В ходе соревнований судьи сами определяют положение планки. На взятие высоты атлету дается три попытки. Нужен разбег хороший и просто уметь как бы сгруппироваться нормально и мах хорошо сделать. Наверх надо смотреть, чтобы прыгнуть высоко. Если ты будешь смотреть прямо или вниз, прыгнешь в длину. А то взял 135 и мне не очень понравился такой результат. Программа соревнований обширная. В течение двух дней спортсмены будут прыгать в высоту, длину, шестом, толкать ядро. Пробегут дистанции не только с барьером, но и короткие и средние. Все бы ничего, но многие атлеты уже соскучились по международным состязаниям. Санкции, естественно, вроде нас и допустили в Федерации легкой атлетики от ограничений, когда мы были отстранены. Но в любом случае сейчас все виды спорта находятся в одинаковом положении. И мы не можем принимать участие в международных соревнованиях. Поэтому мы ставку делаем на молодежь, которым 16-16 лет. Потому что дай бог все закончится и мы надеемся, что будем выступать уже под своим флагом. Призеров этих соревнований наградят грамотами и медалями. По результатам из лучших сформируют сборную команду Ярославской области, которая 17 января отправится в Смоленск на чемпионат и первенство Центрального федерального округа. Владислав Старожук, Василий Мосин. Главные телевизионные новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова